ребят давайте так же вы будете писать вопросы какие у вас будут возникать и я по ходу вам буду отвечать на эти вопросы сейчас не знаю как будет сеть может быть в записи будет нормально но у меня все время показывает что проблема со связью плохое соединение вот ну постараемся постараемся провести я бы с вами знаете на какую тему хотела поговорить у меня на сегодняшний день во-первых хотелось вас поздравить с новым годом и было бы здорово если вы написали как вы отмечали новый год у нас этот новый год прошел шикарно без застолья про спиртное конечно же вообще молчу это сами знаете не наша с вами тема да ну мы у нас был спектакль мы его выложили но конечно в записи записи это немножечко не то записи нет того наполнения нет тех тех эмоций его проживания которое было в живую и мы наверное попробуем следующие какие-то мероприятия прям ставить этот спектакль потому что это проживание это проживание действительно действительно момента и как только вы проживете сами это то у вас не останется вопросов как поменять что-то как изменить как наладить как исправить ситуацию и у меня недавно была консультация терапия даже наверно сказала бы консультация так это не просто была консультация мы уходили мы уходили в глубокую терапию и там как раз вот эта глубокая терапия в чем она заключалась то есть женщина своеобразно это проживание сопутствовала с рефлексией а что же я сделала а что же мне поменять а что же мне изменить и давайте с вами поговорим как раз на эту тему как можно что-либо изменить спасибо за сердечки и очень много энергии уходит у ребят на изменения на исправление ошибок на рефлексию того что было как этого не допустить вы должны понимать одну простую вещь что ничего никогда поменять невозможно потому что если мы говорим о том что поменять вы хотите всегда поменять что-то прошлое исправить что-то какие-то ошибки исправить но эти ошибки которые вы считаете ошибками они опытом они уже в прошлом а прошлого не существует на настоящий момент на настоящий момент и и когда у вас идет на исправление чего-то вы убираете свою энергию свой ресурс свой вот этот вот энергетический баланс в прошлое которого уже не существует пытаясь изменить ситуацию которая уже не существует и предыдущие отношения не важно с кем с любимым человеком с близкими людьми с семьей это всего лишь делание собирание вас по кусочкам какие вы есть осознавание себя познание себя и если вы не будете его невозможно изменить прошлое его уже не существует его невозможно невозможно исправить никакую ошибку ни единую ошибку невозможно исправить такого не бывает потому что это все было уже в прошлом вы можете только на основании этого опыта начать жить здесь и сейчас с новыми эмоциями с новым чувством с новыми знаниями с новыми знаниями самого себя и когда вы это понимаете тогда вам не нужно исправлять тогда вы для себя тогда вы для себя не становитесь глупым слабым безвольным вы становитесь каждое мгновение самого себя еще счастливее потому что вы делаете именно те действия которые в настоящий момент вас ведут к новым результатам к новым результатам самого себя прошлого не существует невозможно его исправить возможно только сделать новое действие если даже получаются такие ситуации неважно по какой причине что вы кого-то обидели оскорбили что-то не доделали не дожали не думайте об этом сделайте новое действие по-новому из нового чувствования из новой ширины и из новой глубины о себе и тогда это будет ваша настоящая жизнь тогда это будет ваш настоящий опыт тогда это будет ваши настоящие чувствования прожитые здесь и сейчас только новое действие вы можете сделать новый результат новое опознание самого себя но никак не возврат и меняние каких-то прошлых ситуаций каждый момент времени вы делаете новое новое в связи сейчас я не знаю ребят наверно вам тяжело смотреть эфир потому что он постоянно зависает но я к сожалению здесь бессильна это не от меня зависит все что от меня зависит насколько я могу улучшить интернет я это все сделала по техническим моментам а все остальное уже вот так давайте я прочитаю так екатерина благодарю мечта попасть на ретрит если можно в сухуме ребят пока в сухуме не получится приезжайте в сочи и мы скоро дадим анонс у меня все-таки было много заявок я хотела оставить только летние ретриты на алтай на байкале но заявки пошли и решили мы все-таки сделать в марте да в конце марта начало апреля то есть у нас будет также ретрит и в сочи и после сочи потом еще у нас будет следующий доретрит после ретрит или как он назвать не ретрит а на красной поляне мы анонс дадим сегодня уже проговорили про числа в каких они будут числах и все-таки сделаем еще весенний ретрит в сочи поэтому присоединяйтесь приезжайте мне уже некоторые ребята написали что оформили визы очень приятно конечно очень приятно с вами будет встретиться вот но у кого не будет такой возможности то не забывайте мы я буду делать этот пранофит где буду рассказывать про каждую мышцу что она значит в нашем теле то есть мы в этой плотности нам эта плотность материальная и у нас есть единственная материя которая на какое-то время принадлежит нам это наше физическое тело но мы его к сожалению так плохо знаем оно безграничное действительно безграничное и как будет проходить пранофит то есть будет выкидываться в первой половине дня ролик где я буду говорить вот это как что это за мышца что это за сухожилия что она говорит о вашем сале на внешний мир почему вы отрицаете это как с этим работать какими лучшими упражнениями это потянуть разработать либо укрепить эту мышцу это будет ролик в первой половине дня чтобы вы уже были готовы к чему что у нас будет за вечером вот и в ок и удобных марафонов где все об этом показывалось рассказывалось как познакомиться конечно конечно же наш с вами любимый это заход на чистые дни он будет на протяжении 9 дней мы хотели его сделать в конце то есть как наберется 100 человек в группе он тоже будет очень бюджетный чтобы могли присоединиться к нему абсолютно разного уровня разного бюджета просто кто хочет присоединиться кто хочет побывать в этом он будет 9 дней то есть 2 дня у нас с вами будет подготовка я буду рассказывать как заходить на сухие дни как лучше заходить почему так лучше заходить потом у нас с вами будет 7 дней сухих естественно кто не сможет 7 тот может и день и два и записи через какое-то время вы можете повторить уже на более длительный срок и все эти 7 дней мы с вами будем проговаривать какие состояния в эти моменты получаются почему вас выбрасывает как с этим работать как убрать на задний план на задний план я имею ввиду передоговориться со своей головой чтобы у вас например не было слабости ну и конечно же мы будем с вами говорить как правильно выходить сухих дней потому что после сухих дней очень многие сталкиваются с тем что то есть идут очень сильные отеки и судороги вот чтобы этого избежать чтобы мы с вами комфортно заходили и выходили вот это будет вот этот онлайн марафон если получится если успеем набрать 100 человек то он стартует у нас в конце января января в конце января в двадцатых числах если не получится набрать то после 15 февраля вот поэтому присоединяйтесь буду буду рада с вами делиться своими знаниями своими ощущениями и то что что я на себе прожила то что я на себе испытала так наталья светланочка приветствую какое-то время на воде с имбирем побыть как ты относишься к такому питанию спасибо смотрите ребят это нужно в любом случае смотреть по своему организму но имбирь это уже не просто корень да это не просто трава это не просто растение это больше я бы сказала на какой-то если у вас тяжело раздражать и побыть на жидкости то наверное лучше какие-то более нейтральные жидкости это делать вот либо хвойная вода она очень хорошо вычищает вплоть до того что раковые жидкости раковые уплотнения матрица психует да матрица психует то есть интернет пожалуйста он идет у нас великолепно что бы мы не делали но как только я выхожу в эфир у меня сразу же плохое соединение и все вот как-то так не знаю с чем это связано не буду додумывать но так оно происходит ребятки если есть какие-то вопросы то пишите я конечно же с огромным удовольствием отвечу вот и что еще могу сказать я могу сказать что этот ретрит который будет я посвящу наверное не у нас же называется касание вечности это не просто так это название пришло вы знаете прекрасно что я продолжаю изучать многие моменты более глубоко и как бы не было это странным люди с разной внутренней системы на научном так подключилась опять вот и я бы хотела ретрит все таки на этом ретрите я готова вам рассказать что есть люди с разной системой в мифологии в мифологии они называются по-разному оборотни вампиры либо кто-то еще но этому всему есть научное объяснение почему есть такие люди у которых по-иному работают внутренние органы и они существуют среди нас да как бы это ни было звучать как бы это ни звучало каким-то мифологическим каким-то сказочным но так оно есть мы с вами подбираемся к этому и я не люблю вот эту философию философскую вы уже об этом наверное все таки поняли и поэтому я приведу вам там несколько фактов и научных исследований как раз сейчас мы с некоторыми людьми они меня вводят в курс дела мы это смотрим разбираем и для меня когда ну впервые узнала что это действительно научно подтвержденные факты о внутренней системе человека для меня было таким я бы не скажу конечно что шоком но изначально я думала что это просто какие-то сказочные персонажи а сейчас я понимаю эту категорию ее вывели для того чтобы она была на поверхности а когда на поверхности это не скажем люди не начинают искать это все относится якобы к сказкам вот и об этом мы с вами тоже поговорим как это происходит как это существует почему они среди нас и почему мы их не видим вот и об этом мы тоже конечно же затронем у нас будет прям там целая лекция ну лекция наверное как по болтушке мои любимые по болтушке и чем больше вы познаете этот мир чем больше я познаю этот мир тем больше я понимаю насколько многогранный и великий человек который познает эту величину самого себя через свое физическое тело и познав свое физическое тело да либо из марафона вам будет проще понять как работают тела других Светлана можете что-то сказать посоветовать об эвкалиптовых чистках и чистки они тоже достаточно агрессивные и там нужно смотреть чем вы питались до этого какой у вас образ жизни насколько вы ее можете для себя перенести потому что эвкалиптовые чистки так много ходят в интернете но чем больше я на них смотрела чем больше я изучала то они идут из крайности в крайность либо очень агрессивные либо такие что там водичкой эвкалиптовые чистки имеют место быть имеют место быть по наверное по показаниям которые которые вы можете понять по своему организму да они неплохие даже кто на чистых днях давно тоже их не видят я не могу сказать за всех я могу наверное сказать за себя но я не так давно я не считаю что я давно я могу сказать что я вижу различия да они видны они есть потому что ты уже начинаешь видеть человека не как оболочку а внутренность это знаете когда бывает ко мне подходят люди и говорят а Светлана скажите с каким органом у меня проблемы и если я вижу с каким органом проблемы что не так то я понимаю почему у него с этим органом проблемы и вот нужно здесь решать почему у тебя то есть исцелив один орган и не решив почему ты почему твое тело сигнализировало тебе об этой проблеме у тебя все равно вылезет этого что-то другое тут нужно все-таки работать но я могу сказать что люди которые на другом режиме питания то есть я имею ввиду не питание то они видят еще больше чем я и там такая глубина что поверьте нам есть куда идти дальше и еще раз повторюсь что ребят не есть и не пить это наверное самое малое что может сделать ваше физическое тело и если это пойдет через осознание через то есть то есть что Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...